Больше 300 беженцев прибыли в Саратов из Луганской и Донецкой областей. По словам вынужденных переселенцев, Родина их заставила покинуть война. Их города уже уничтожают, бомбят практически без перерыва. В магазинах нет продуктов, в домах света, воды и газа. Для беженцев на вокзале организовали коридор от перона до автобусов. Людей отправили в места временного размещения. Их сейчас в области 22. В наш город прибыла и депутат парламента Объединенных Республик Новороссии Елена Чертова. Елена Анатольевна согласилась прийти к нам в студию и рассказать, почему и как мирные протесты переросли в гражданскую войну. Елена Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Анатольевна, с какой целью вы приехали в Саратов? В Саратов я приехала с целью взаимодействовать с общественной организацией «Союз добровольцев России», которая очень сильно помогает в последнее время Республике Новороссии, Республике Луганской народной республики, Донецкой народной республики гуманитарной помощью, которая так необходима в последнее время Новороссии, потому что у нас очень бедственное положение. И Союз добровольцев России уже неоднократно присылал нам необходимые медикаменты, огромный список медикаментов, которые мы запрашивали для больниц, для раненых, для пострадавших, для больных детей. Также продукты питания, бакалея, все необходимое, первой необходимости продукты питания, вот неоднократно ребята привозили. Какие именно медикаменты и продукты сейчас необходимы больше всего? Антигангренозная сыворотка, которая очень необходима раненым бойцам, что касается бойцов. Это, конечно же, инсулин для инсулинозависимых жителей, которые остались там, и, естественно, они уже ничего не получают от официальных властей Украины, и им необходима это антибиотики. Елена Анатольевна, расскажите, как так получилось, что сейчас практически происходит истребление мирного населения на востоке Украины? Вы знаете, еще полгода назад никто бы себе и представить не мог, что с Украиной может произойти вот то, что происходит сейчас. Никто в это не поверил, и до сих пор в это трудно поверить. На самом деле, вот мы живем в этой ситуации, которая происходит у нас сейчас, это война, гражданская война, которую развязало правительство Украины. А кто сейчас состоит в ополчении, и правда ли, что там есть граждане России? В ополчении состоят жители Луганска и Донецка. Именно жители Луганской и Донецкой области бывшей, теперь уже Луганской и Донецкой народных республик Новороссии. Про жителей России я могу сказать, что да, к нам приезжают добровольцы. Люди неравнодушные, они приезжают помогать своим братьям-славянам, но это только добровольцы. Как удается простым жителям Луганской и Донецкой области так долго удерживать позиции? На нашей стороне правда, и у нас очень сильно патриотический дух развит, и ребята воюют за свою родину, за свою землю. А может быть у вас есть пара слов для жителей Саратовской области? Я, во-первых, хочу поблагодарить всех жителей Саратовской области, города Саратов, за ту помощь, которую оказали Новороссии, которую оказали нашим мирным гражданам, нашим раненым, нашим детям, нашим женщинам. Сейчас Новороссия находится в катастрофическом положении, у нас гуманитарная катастрофа усугубляется, то есть буквально людям в Луганской области, Луганской народной республике не хватает воды, медикаментов, продуктов питания. Мы хотели бы обратиться к предпринимателям, к тем людям, гражданам Саратовской области, которые имеют такую возможность оказать помощь. Мы будем очень благодарны вам за оказанную помощь. Спасибо еще раз. Спасибо большое, Елена Анатольевна. Были рады видеть вас в нашей студии. Спасибо вам большое за помощь и за все. Союз добровольцев России продолжает сбор гуманитарной помощи для жителей Украины. Все желающие могут помочь, перечислив деньги на специальный банковский счет. Его номер вы сейчас видите на своих экранах. Продолжение следует...